30 апреля Оренбург отметит свой 279 год рождения. В 18 веке город закладывался как центр международных отношений со странами Средней Азии и Востока. В его жизни активное участие принимали видные государственные политические деятели, секретари партийных комитетов, известные архитекторы и проектировщики, руководители и ответственные работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий, деятели культуры, выдающиеся ученые и просто любящие свой город люди. Обо всем этом можно узнать в книге Оренбург «Всем азиатским странам и землям ключи врата». По замыслу идейного вдохновителя Юрия Дмитриевича Гаранькина это издание должно было выйти за рамки обычного путеводителя. Оно должно было показать город в его развитии и неповторимости, напомнить не только о материальных свидетельствах истории, но и о выдающихся и неординарных городских деятелях, оставшихся в памяти оренбуржцев. Материал в книге разделен на шесть глав, каждая из них охватывает определенный этап исторического преобразования города. Так, например, первый раздел «Построить великий город-крепость» напоминает об особенностях освоения Оренбурга, не имеющего аналогов в практике отечественного градостроения. В разделах «Мы наш новый мир построим в толовом строю, мирное строительство» вошли краткие очерки об оренбургском казачьем войске, о зарождении и становлении энергетики, водопровода, крупных промышленных предприятий, об истории становления и развития образования и культурной жизни города. В завершающем разделе в 21 век вошли исследования о прошлом, настоящем и будущем областного центра, в котором оренбургские краеведы, возвращаясь к замыслу Петра Великого о городе на стыке континентов, как ключе от Азии, размышляют о путях дальнейшего развития Оренбурга, о том, как разные эпохи повлияли на жизнь города и его жителей. Несмотря на то, что книга была издана в 2010 году, она по-прежнему остается прекрасным путеводителем областного центра. Над ее созданием работали архивисты и краеведы, архитекторы и политические деятели, ученые различных областей и простые обыватели. В этой книге каждый найдет для себя что-то интересное. Субтитры создавал DimaTorzok